Приветствую вас, уважаемые радиофилы и радиофобы. Думаю, вы не знали, что в любой момент, гуляя по парку или катаясь на метро крупных городов, вы можете столкнуться с относительно мощными источниками радиации. Еще большее удивление вызовет у вас непосредственно сам источник излучения. Встречайте, радиоактивные люди! Сегодня я отправлюсь в метро для того, чтобы найти таких индивидов. Сразу скажу, что для более быстрого поиска я в первую очередь буду пользоваться дозиметром AtomFast, как наиболее компактным и шустрым поисковиком. Встречайте, радиоактивные люди! Встречайте, радиоактивные люди! Все это, конечно, очень весело. Однако возникает вопрос, что же вызывает столь высокие уровни радиации рядом с обычными людьми? Рак в современном мире – это одна из болезней, которая пугает людей. Ее бывает сложно вылечить и обнаружить. Радиация является одним из факторов, повышающим вероятность его развития. Попадание радионуклидов внутрь или внешнее облучение сильно повышает шанс развития заболевания. Однако, как ни удивительно, клин клином вышибают, и радиотерапия является одним из эффективнейших методов лечения. Щитовидная железа захватывает практически весь йод, что усваивается организмом, и потому при авариях рекомендуется пить езит калия, чтобы радиоактивный изотоп не успел встроиться в нее. В нашем же случае, при образовании опухолей в ней, люди пьют препараты, содержащие радиоактивный изотоп йода. Раковые клетки гораздо легче разрушаются под действием излучения, в то время как здоровые успевают восстановиться. На этом и основан метод радиотерапии опухолей. Героем нашего сюжета выступит Владимир, человек, которому не повезло познакомиться с таким неприятным гостем, как рак щитовидной железы. Он любезно согласился мне помочь в съемке видео, и без его помощи материала было бы значительно меньше. Поздоровайтесь с Владимиром. Сегодня я задам ему несколько вопросов. Ему здравствуйте. Первый вопрос. Были ли у вас какие-либо необычные ощущения сразу после терапии, либо через день, или может быть два? Ну, необычные ощущения. Просто была как сухость во рту. Никаких там сверхкосмических ощущений нет. Хорошо. Можете описать вообще, как эта процедура проходит? Процедура проходит в принципе так, то есть мне назначили день, но я туда, ну, приехал в центр. У нас сначала разместили в палату, через, после размещения прошло, ну, плюс-минус там, два-три часа. Ну, по очереди всех вызывали. Получается, проходишь локошку, называешь имя, фамилию, обязательно. Они записывают, потом посылают тебя в другое окошко, ты проходишь в помещение, все вокруг изолированное, закрываешь за собой дверь. Открывается вот такая маленькая дверь, свинцовая, которая вот такой там квадратик весит, почти. Ну, килограмм 10-15. Сам врач-радиолог назначает тебе то, что ты будешь пить. Там лежит такой ампуля, лежит капсул. Ну, обычная, прозрачная. Ты берешь эту капсулу, там, естественно, в перчатках, покрываешь ее водой и, собственно, идешь в свою палату. Я был в центре, в онкологическом центре, который находится на профсоюзной, ближе к метро Беляйного. Он один из крупнейших центров онкозаболевания. Как вы вообще относитесь к данной технологии? Считаете вы ее современной или, может быть, это какие-то устоевшие методы? Или, наоборот, это какие-то передовые методы, которые там только осваиваются? Что вы вообще об этом слышали? Ну, информации, как бы, об этом знаю очень мало, но я так думаю, что прием там йога жидкого. Я так думаю, что это со временем СССР, скорее всего, еще и в то время, наверное, так было. Но то, что вот капсульный, ну, скорее всего, это более-менее что-то новое. Но учетом, что прогрессы у нас не стоят на месте и во всех каких-то других странах и онкологических центрах, я так думаю, что есть более что-то новее, чем вот эта вся процедура. Ну, хотя я могу ошибаться. Сильно ли повлияли вот эти несколько недель, но они еще, естественно, продолжают влияние, ну, на социальную жизнь, там, может быть, там, коллеги стали чаще, там, сторониться или еще что-то? Нет, у меня, наоборот, как бы, ну, знают, там, про это все, там, какие-то, там, знакомые, друзья, там, родственники, там, коллеги и так далее. То есть, никто не сторонится абсолютно спокойно, как по всему, знаешь, если никакого, там, бескомфорта я, допустим, в общении с ними не ощущаю. Не знаю, от огня никто не от кого не бежит, но человеку, по сути, от меня ни вреда, ни путь. Ну, это хорошо, опять же, радует просто отсутствие радиофобов, которые там тоже любят иногда приукрасить все слишком и попытаться найти какую-то реальную опасность, где ее нет. Что вы вообще до этого слышали про радиацию? В мире еще, я так думаю, есть более что-то глобально, глобально опаснее, чем там радиация или еще что-то. Опасна она или не опасна? Ну, вирусные заболевания могут также привести к витальному исходу. Ну, в общем, вы приравниваете ее к любым другим каким-то опасностям, которые, ну, подстригают нас в повседневной жизни. Ну, естественно. Сходя из этого еще такой вопрос. А нужен ли вообще обыватель в бытовой дозиметр? Если человек, допустим, боится там за то, чтобы получить там большую дозу радиации, либо где-то там он живет, допустим, и понимает, что что-то там, какие-то там сомнения свои беспокоят, то да, приобрести можно, потому что у нас сейчас очень много там домов новостроек, которые там понятны. Можно машину купить там фонящую, там какую-нибудь запчасть, деталь может там прийти, там, не знаю, посылка вон с ebay придет фонящая. Ну, вот на Украине, например, очень великие риски, то есть у них там достаточно большие территории присыпаны чернобыльскими нукнидами, которые впитываются в продукт. То есть я понимаю, что не нужно измерять черника, например, каждую, там, которую ты купил, но, например, на Украине с этим все очень плохо. С учетом, что, ну, сейчас прогресс не стоит на месте, он будет очень достаточно маленький, портативный, положил в карманы и ходил, или просто, ну, на сейф в кармане, или установил там приложение на телефон, и, может, телефон смотреть, чтобы никто не задавался каким-то вопросом. Нравится или не нравится, будет твое решение. Ну, тогда на эту ночь пожелаем Владимиру заудетелю жизни, чтобы он не попадал больше в подобные ситуации. Совет зрителям такой, что, честно, если вы там не сталкивались никогда там с раком щитовидки, там, или еще с чем-то, с каким-то таким видом, лучше как бы не сталкивайтесь, старайтесь, ну, избегать каких-то там зон воздействия, больше, больше среды там радиации и всего остального, если вы, как бы, уже с этим столкнулись, но уже надо только лечиться. Собывательно попадать на тех врачей, которые действительно этим занимаются и стараться попадать на нормальный упражнение, который вас вылечит. И так то, что они вам сделают процедуру, будет не даст предварительного упражнений. В принципе, какие-то там бесплатные там квоты и еще что-то. Получить все это можно, но этим можно как-то заниматься. Ведь ни один врач, ни один там поликлиника вам не даст просто так управление, если вы придете к нему, как-то не донежите. Ну и всем зрителям желаю, чтобы никто не сталкиваемся с этим, чтобы все были здоровые и никогда не болеют. Потому что, ну, процедура очень долгая, нудная и затрата. Скажу так. Ладно, спасибо за такое интервью. Не до что. После этого небольшого интервью я вас порадую результатами замеров. Изотоп йода, которым и производилось в лечении, весьма низкоэнергетичен. И потому значение на разных приборах будет сильно отличаться. Замеры производили через 6 дней после проведения радиотерапии. При измерении дозиметром радиометром радиоскан 701А на 2 метрах мы получаем порядка 80 микрорентген. На метре порядка 200. На расстоянии примерно 0,1 метр 500 микрорентген в час. На расстоянии 2 метров мощность дозы порядка 70-60 микрорентген в час. На расстоянии метра у нас порядка 160-170 микрорентген. На расстоянии в 100 сантиметров порядка 400. Атомфаст в данном случае завышает показания. И более реальные значения мощности дозы показывают именно приборы на газоразрядных счетчиках. При измерении атомфастом получаем на 2 метрах порядка 350 условных микрорентген. На метре уже значительно больше, порядка 1 миллирентгена. Ну и на 100 сантиметров порядка 2 условных миллирентген. Для проверки теории о возможном потенциальном загрязнении радиоактивным йодом с рук и так далее, мы возьмем пару мазков, которые сейчас сразу же и посмотрим на радиометре. Но значение на салфетке с рук особо никаких фонов не превышает, так что тут, я думаю, можно не беспокоиться. И слюна немножко фонит. Порядка 50 микрорентген. Потом отправим ее на спектрометрический анализ. После помещения пробы в сменцовый домик на спектре сразу вырисовываются пики. Подождем подольше, чтобы спектр получился более информативным. Приступим к анализу. Главные линии. На 29 кФ 284, 364, 636 и 722. Все эти линии полностью соответствуют изотопу йода-131. После спектрометрии поверхности рук, также можно сказать, что они содержат радиоактивный изотоп йода. Оконечные выводы. Радиотерапия является одним из методов лечения онкозаболеваний. При ее проведении нет каких-либо особенных болезненных эффектов. Находиться рядом с человеком, проходившим радиотерапию, на расстоянии 2-3 метра вполне безопасно, при соблюдении рекомендаций врача. Если не сильно долго, можно и на расстоянии метра. Для здорового организма не должно быть никаких последствий. В больших городах относительно часто встречаются подобные пациенты. И для того, чтобы не увеличивать дозовую нагрузку, рекомендую пользоваться бытовыми дозиметрами. Мазки с рук и слюна обладают повышенным содержанием радиопрепарата. И потому после рукопожатий я рекомендую вымыть руки, а супругам воздержаться от поцелуев на время лечения. Йод-131 является бета-излучателем, и его период полураспада около 8 дней. Если считать, что он практически полностью распадается через 10 периодов полураспада, получается около 3 месяцев. Однако не забываем, что йод также выводится из организма посредством естественных выделений, и потому полностью безопасным радиочеловек станет примерно через месяц. Если вас интересует тему дозиметров, радиации и гамма-спектрометрии, подписывайтесь на канал Радиоактивные материалы, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. А также подписывайтесь на мой канал, ссылка будет в описании. На нем я значительно чаще выпускаю видео, и многие новости вы найдете именно там. Ну а я пошел готовить для вас новый выпуск. Еще раз спасибо всем участникам, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok